Заместитель главного редактора газеты «Сдавтра» Андрей Фефилов у нас на связи. Андрей, здравствуйте. Да, вечер добрый. Андрей, как вы относитесь к тому, что Иосиф Сталин, изображение его начали изображать на тетрадках? Ну, я думаю, это вполне естественно. Я пошел, конечно, с великой радостью к этому, но, в принципе, мне кажется, общество приходит в некую норму относительно собственной истории, относительно собственного мировидения, то есть своего места в мире, в истории, в политике. Потому что Сталин симулируется с большой буквы свободу, независимость России, это фигура мирового масштаба и, так сказать, сильно исторического масштаба, это великий Цезарь русской истории. Андрей, но ведь важно, что написать после этого, потому что там уже приводятся некоторые цифры, а все, что касается цифр, дискуссионно до сих пор, потому что можно написать, что он там вначале, он убил миллиарды человек, потом написать, что он отправил нашу страну в космос. И все красиво, почетно, великие имена, но все равно в головах у детей уже нет вопросов. Я думаю, что издательство исходило из чисто коммерческих побуждений, потому что Сталин на обложке, это очень выгодно, поскольку Сталин самая популярная фигура в сегодняшней России, политическая фигура, историческая фигура, это, в общем, выяснилось даже конкурс, как вы помните, проводился конкурс на самую великую историческую фигуру, и Сталин стал неожиданно побеждать, а потом также неожиданно вдруг он переместился во второе место. Имя России, да. Андрей, а все-таки Сталин на обложке это одно, а другое дело, что написано в этой справке, вот смотрите, первые слова, всего за год управления Сталина было расстреляно столько-то человек, было отправлено в лагеря столько-то человек, выслано столько-то человек, и дальше идет, что благодаря Сталину страна преодолела, собственно, ну, отсталость и вышла в лидера. Они тоже не пишут, вот, кого отправили в лагеря, да, почему отправили в лагеря, а уже негативный оттенок. Нет, дело в том, что с цифрами вопрос всегда очень скользкий. Сталина никто не судил, и посмертно, и при жизни, никто ему, так сказать, не считал его жертвой. И существует статистика, она очень жесткая. Действительно, по политическим статьям за 30 лет правления около 600 тысяч человек было казнено, но хотя в эти статьи входило не только троцкистские заговоры и прочее, и прочее, и шпионская деятельность. Там входили в том числе и террористические группы, связанные с бендеровцами, с группами в Литве и в Прибалтике. Это все захватывает период войны, где тема политической репрессии, она приобретает такой характер антиоккупационный. То есть здесь все сложно, все проблематично, предельно драматично. И, конечно, вот эти попытки играть этими цифрами, каким-то образом впаривать какие-то неизвестные миллиарды, миллионы, это все не очень красиво. Я бы исходил из каких-то более, что ли, общих формул на месте вот этих издателей. Я бы сказал, да, это был очень, так сказать, железный век, очень жестокий диктатор. По сути дела, он действительно был диктатором, но при этом он вывел своей железной длани рукой Россию в тяжелейший период истории, на первые места в мире, по сути дела. Андрей, с другой стороны, вы говорите, что это правильно, потому что люди вспоминают это имя, имя великое, заслуженное и так далее. А с другой стороны, если все это свалится в некую коммерцию, не произойдет ли утрачивание восприятия личности, политической личности в истории, личности Сталина в данном случае? Потому что сначала он появился на тетрадках, потом он появится на ручках, на майках, там, не знаю, везде. И это будет некий образ, который уже не будет восприниматься так остро. Вы понимаете, сейчас все скатывается в коммерцию, сейчас время такой великой коммерции, колоссальной коммерции. И когда Голливуд в своих таких побуждениях, он хватается за все темы, он пытается вытянуть все, там, элементы истории, он берется за античность, за мифологию, за, значит, за Титаник, в который раз уже. И он истоптал уже все, все темы великие. Он взялся за великие сакральные темы христианства, как известно, так сказать, руками Мелла Гибсона. Это все делается на наших глазах. Я думаю, что скоро появится колоссальный блокбастер о Ленине и, в конце концов, о Сталине, которого хотел, кстати, что удивительно, сыграть Декабрию. Он признавал в своем интервью, что его, так сказать, мечта сняться в роли Сталина. Спасибо. Спасибо, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Андрей Фефел.